Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей, мы находимся в Лог Муине. Что же изменилось? В принципе, ничего. Я оставил себе вот эти вот сапожки, вот эти вот поножи. Я не стал менять мечи, потому как, в принципе, меч, сказали, будет покруче, а на серебряный назериканец там есть чертеж у товарища. Но там нужна чешуя дракона, я думаю, мы не насобираем этого всего. Но до конца игры осталось не так много, в принципе. Я продал все доспехи, поставил сюда все, что можно было. Теперь, как вы видите, броня составляет 30, здоровье плюс 75 и довольно неплохие показатели. Хоть знаками я и не пользуюсь, но тут к урону плюс 9 дается. Так что, я думаю, с этим доспехом мы и проходим до конца игры. Оружие, возможно, еще поменяется, но в основном это все. В этой же серии я хочу отправиться с экспедицией. Ох, багажа и днях сегодняшечка. Сохранимся. И попробуем побродить по катакомбам Лок Муин. Мы пробились в нужном месте. А ну-ка. Осторожней. Здорово, сучка. И многих других чародеев. Я знаю, кто это, Цинтия. У тебя хватает наглости жить в одном городе с Филиппой, даже не сменив имени? Филиппа вышла из игры. Ну ты тупая сука. А меня должны были убить. Но я жив. Так уж получилось. Давай заключим сделку. Нет. Где Трис? Ты, кажется, не понимаешь. Ты превратила Трис в камень. Хотя бы поэтому я все еще думаю, не учинить ли с тобой что-нибудь столь же паскудное. Она жива и здорова. Декомпрессия прошла без осложнений. А допрос после декомпрессии? Вы же ее допрашивали. Я видел, как все было. Пара синяков и один только взгляд на орудия пыток. И она начала давать показания. Угу. Запела. На. Сэнтия, прикажи ему заткнуться. Иначе я его убью. Адальберт, молчи! Это приказ! Ведьмак, помоги мне выполнить задание. Открыть мастерскую Дайрхены. А что взамен? Я читала рапорты нашей разведки. И знаю многое о твоем прошлом. Ты не помнишь массу любопытных вещей. Я могу заставить тебя рассказать. Да. Не можешь. Ты будешь меня пытать? Да. Мы оба знаем, что нет. Я буду. Как Геральт, я не знаю. Мы еще вернемся к этому. Чего вы здесь ищите? Вероятно, в мастерской Дайрхены есть книги и документы, необходимые императорской академии наук. Даже не смешно. Ты лжешь. Никто не знает, что мы найдем в мастерской. Дайрхены был гений и такой чудак. Вы-то что хотите найти? Типа Калькштейна, что ли? Это тайна. Я не могу этого сказать. В любом случае, нам нужна помощь. Мастерская находится под Риданским лагерем. Через него мы не пройдем. Туда можно попасть через катакомбы, но без охраны мы там не пройдем. Будь у меня такая сила, как у Геральта, я бы перерезал их всех, кроме этой девки. Привязал бы ее до стула и срезал бы по маленькому кусочку кожи. Она бы запела все. Как пробраться в лагерь Нильфгаарда? Там только один вход. Потом длинный и узкий коридор, полный стражников. Туда не проскользнешь. Ренуальд Айп Матсен выбрал место не случайно. Где Трис? В глубине лагеря. В развалинах старого дома. Ты поможешь мне ее освободить. Это невозможно. Ты чего хуела? Лучше сразу меня убей. Ты не представляешь, что делают с предателями в имперской контрразведке. Ага. Ну ладно. Свои предложения. Я подумал над твоим предложением. Так. Конечно, я помогу. Мне нужны эти руины. Мне нужен меч, дикой охоты. Будь по-вашему. Я помогу вам открыть мастерскую. А я взамен расскажу тебе все, что смогу. По рукам? Да. Кстати. Чародейки, брехливые твари. А если смогут быть утопцы? Или родственный им вид? Может другие монстры? Поэтому я в принципе согласен. Как уж появилось в этом мире, что в катакомбах всегда есть чудовище. Так, что тут? Железная-железная руда. Прям железная-железная. Кхм. Дорогу мне, мать вашу. Открывай. Надеюсь, кошку мне тут пить не придется. Нихера себе. Обычные. Они сильные, блядь. Ах! Нихуя себе. Охуеть. Они мне чуть не напинали задницу. Блядь. На легком уровне сложности. Что это было, блядь? Ну стоять нахуй. Че у меня там по эликсирам есть? Ласточка. Жри. Жри. Чайка. Не, а говно. Кошку-то пока не надо. Давай пока ограничимся, пожалуй. Одним эликсиром. Ах, блядь. Ладно. Непросто тут. Прямо сходу непросто. Нихуя себе. Давайте-ка их по длине шарашьте. Ёб твою мать. Ну давай. Ох ты че, ёбаный в рот. Дорубай его, блядь. Охуеть. Простите, разматерился я че-то. Впечатляет. Я выполнил свою часть договора. Надеюсь, что ты сделаешь то же самое. Так, ща посмотрим, че с этого пидораса выпало. Ну блин, у нее таки рейки какие вообще неприятные. Давайте посмотрим, че там за трофей с нее выпал. Ох. Плюс три к броне. Полезная штука, полезная. Ооо, что там было? Сукно. Ладно, ладно, ладно. Не будем. Не будем заниматься всегда ерундой. Пустите меня! Тут какой-то... Что это такое? Это лавки, что ли? Под землей? Интересно. Ой. Блядь. Одолели их, ведьмак! Одолели! Что за меч? Я че-то прям так смотрю, прям смотрю, смотрю. Вот, уже получше, чем то, что у меня было. Так, сопротивление горению, кровотечение. Ожог плюс 10. Ну, мы камушки поставим. У меня там было что-то, по-моему, такое. Или нет? Походу, нет. Но купим. Хер с ним. Вот, Мичуган уже получше нашли. Причем еще с тремя выемками. Падроны. Я не крыса, чтобы по каналам лазать. Чего мы тут ищем? Гробы, что ли, какие-то? Риданские рыцари. Может, и для себя что-нибудь стянем. Или мародеры. Забери хайло. Сержант услышит. Опять пойдем говно хлебать. Понятно. У нас гости. Риданские выродки. Меч можно уже сменить. Че там было? Че-то. Ух ты. Че-то полезное, видать. Ну, че, мы пришли? Где-то здесь должен быть вход. Если верить нашим экспертам. Айбдирхена занимался иллюзиями. В том числе. И экспериментировал с големами. Говорят, с ними можно было даже разговаривать. Стихов они, правда, не писали. Зато... Хватит восторгаться. Знал я одного голема. Да, это иллюзия. Я нашла точку привязки заклятия. Отойдите. Окей. Ого. Так ты не тупая овца, как я тебя представлял. Могу быть как рыба. У меня нет игл, но говорят, что я колюч. Кто я? Охуень. Осторожней с ответом. Это может быть ловушка. Я ждал этого. Айбдирхена был гением, но испытывал склонность к злым шуткам. Совсем как ребёнок. В таком случае группа образованных взрослых людей просто обязана дать правильный ответ. О, я... Конечно. Всё просто. Не был так уверен. Ответ... Боль. Ответ неверный. НЕВЕРНЫЙ. Охуень матери твоей. Нет. Не может быть. Столько лет совместной работы. Зачем мы в это ввязались? Ребята. Надо идти дальше. Подумать только. Книги. Надо побыстрее залегончить с этим делом. МОЙ БЕДНЫЙ ДРУУГ. Бывает часто длинным или кратким. И утром, и в ночи к тебе приходит он. Пусть будет он ужасным или сладким. Но всё равно к тебе придёт твой. Твою мать. Какие мысли? Кто в детстве хорошо отгадывал загадки? Прошу прощения, но я в этом участвовать не желаю. Ответ-то простой. Всё ясно. День. День приходит ночью или утром? Не клеится. День может быть длинным или коротким. Хм. Точно так же, как и тень. Только тень не может быть прекрасной или ужасной. А день может. Говорят, придёт и твой день. Но он не везде подходит. Детьми мы играли в загадки на желание. А здесь можно проиграть жизнь. Ха-ха, блин. Ах, хуй матери. Кратким. Ну да, может быть, сон. Что за пень? Старость, смерть. Ох, твою ж мать. Ну-ка, повтори. Можно повторить загадку? Бывает часто длинным или кратким. И утром, и в ночи к тебе приходит он. Каждый раз. Пусть будет он ужасным или сладким. Но всё равно к тебе придёт твой. Ну. Кхм. Твой сон, да, подходит по интонации. К тебе приходит твой день. Зомби. Блядь, мать твою нахуй. Шу. Старость. Идиот. 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 Фу, блядь. Какая старость, дебил. Я ж ничего не нажимал. Сохраниться. Ещё раз. Я подношу удары и сюрпризы. Коли зла я. Будешь в шеркву принесён. Ирония сносить мои капризы. Дарю подарки я. И мной ты наделён. Деньги, любовь, король. Но тут судьба. Судьба. Я... Ответ верный. Фу, блядь, я уже приготовился прыгать. Нам пока везёт. Не всем. Ага. Не то слово, не всем. Господи, блядь Иисусе. Господи, блядь Иисусе. Здесь кто-то был. Недавно. По идее, я должен был умереть после первого ответа. Ну, да ладно. Эээ... Я этого квеста не припоминаю. По той причине, что это расширенное издание. Возможно? Добро пожаловать, конкуренты. Здорово. Бейх! Бейх? What the fuck? С фланга! Заходи с фланга! Не трогать Цинтию! Да свитос! Аплодисменты осложняются. Они спустились прямо из своего лагеря. Блёден Нортлинг. Блёден Нортлинг. Ещё один страж. Подожди. Так, давайте-ка пособираем. Он реагирует на заклятие. Слышь, что за дверь? А, это коридор. Есть тут ещё какие-то книжки. Да, вроде есть. Давайте-ка всё позабираем. Сейчас я их вам пролистаю. Я-то уж их буду читать потом. И... Легендарные сокровища. Чё, всё? Я ж, по-моему, больше книжек брал. Какие-то таблицы. Скэтаэлли. Это уже разыскная грамма. Ну, ладно. Я ожидал препятствий под... День и ночь во мрак гонимы. Глаз остёр тверда рука. Три скитались пилигрима. С ними три проводника. Вёл их в ночь дракон крылатый, змей, свернувшийся в кольцо, и серебряная дева, что явила им лицо. Днём же светлым их вела драгоценности гора, где богатством нет конца. Кто-то жаловался, что загадки лёгкие? Да уж. Давайте подумаем. Здесь девять ниш с фресками. Три группы ниш по три фрески. В загадке говорится про трёх проводников у троих пилигримов. Давайте посмотрим повнимательней, что нарисовано на фресках, и поищем ответа. Эм, я могу высказать своё предположение, но обезвреживать механизм я не стану. У меня нехорошие предчувствия. Но я тоже так умею. Фу, блин. Ну, давайте посмотрим на фрески. Чё? Где эти фрески, кстати? Вот. Это что, блядь? Какой-то вход. Куда-то. Господи, блядь, Иисусик. Так, дракон. Смерть, день, ночь. Блин, я ни хрена не понимаю. Чё не значит? Дева, судя по всему, это луна. Солнце, царство, смерть. Да, офигеть. Ну, я так понял, что золото, это вот... Золотая гора, и те богатства, это та вода. Твою ж мать, чё всё так сложно-то? О, господи. Так. Ладно. Что же. День и ночь во мрак гонимы, глаз остёр, тверда рука. Три скитались пилигрима, с ними три проводника. Вёл их в ночь дракон крылатый, змей, свернувшийся в коль... Это мы слушали. Давай первую страфу. Что вы думаете о первой страфе? Песочные часы, как символ времени. Дракон, крылатый змей, кусающий собственный хвост, символизирует бесконечность. Значит, это время. Это созвездие, потому что алхимический дракон крылатый. Каждый хороший алхимик разбирается ещё и в астрологии. Речь идёт о созвездии. Это алхимическая аллегория. Крылатый дракон – символ первозданной материи. Ну. Ладно. Созвездие, так созвездие. Думаю, что это созвездие дракона. Возьму, пожалуй, это. Вторая страф. Что скажете о второй страфе? Дева – это цветок, роза. Белая роза – это символ Ордена Пылающей Розы. На фреске видно герб, а в геральдике серебряный цвет передаётся белым. Значит, серебряная дева – это белая роза. Луна в алхимии отождествляется с женским началом и связана с серебром, металлом. На юге Орден известен плохо. Зато череп – это символ смерти и нильфгаардской бригады наузика, о которой слышали все нильфгаардцы. Наузика может быть серебряной девой. Говорят, что за бригадой следует смерть, а само её название – это женское имя. Навсекая у Нордлингов. Я думаю... Ох, блять, я не думаю даже. А... Что там говорится в строке-то? Как звучит загадка? Вторая строка – и серебряная дева, что явило им лицо. Серебряная дева, что явило им лицо. Полная луна. Пожалуй, это полная луна. Я так... Страшно, сука! Что вы думаете о третьей строфе? Пропасть. Обрыв. Старый алхимический принцип гласит, что вверху, то и внизу. Загадка говорит о пропасти. Обрыве. Гору надо понимать дословно. Это горный массив Махакама, населённый краснолюдами и гномами. Там добывают массу полезных ископаемых, то есть сокровищ, необходимых каждому алхимику. Гора сокровищ – это должно быть башня. Согласно легендам, в башне держат прекрасную принцессу или прячут волшебные предметы, чтобы их не нашёл легендарный герой. Охренеть. Ладно, давайте повторим строку ещё раз. Как звучит загадка? В третьем куске говорится о какой-то горе сокровищ, богатством которой нет конца. Пожалуйста, ещё раз. Думайте о третьей ск... Пропасть! Гору надо понимать дословно. Гора сокровищ – это должно быть башня. Ха, сука. А-а-а... Пропасть, обрыв – это бред. Башня? Я не знаю. А, башня. А, чем чёрт не шутит. Хотя, подождите. Гора на фоне неба. Гора на фоне неба. Башня. Ах, хер... Гора на фоне неба подходит лучше всего. Я встану здесь. А-а-а, ладно. Попробуем. Попробуем разгадать загадку. Занимаем места. На меня не рассчитывайте, я хочу жить. Стал, сука, иначе я тебя прорежу, блядь. Где там-то? Гора на фоне неба. Нет. Во. Обнаружен враг. Хуя. Нет! О! Смотри, прокнуло. Прокнуло. Ответ кает на глазах. Они были забавные. Хо-хо-хо-хо. Заткнись. Слушаю. Ты кто такой, блядь? Голем? Значит, легенда о Дайрхене, правда? Ну, я кинь. Обычная машина, созданная, чтобы убивать и выполнять приказы. Прямо как наша ведьма. Сейчас в голову получишь ты, блядь. Попробуй с ним сговориться. Ты? А что ты знаешь о Големах? Знавал я одного. Голем охотятся вдоль трактов, как другие чудища. Но в хороших бестиариях и им отводят немало места. Геральт, не сомневаюсь в твоих знаниях, но я все же должна... Сомневаешься. А я хорошо знаю свое дело. Попробую вызнать у него слово, которое его отключает. Или обмануть его и спутать ему мозги. Значит, среди нас есть еще и взломщик. Ну что, вперед, милости просим. Я не хочу зла. Я тоже. Но знай, все может измениться. Дэр Хена, наверное, был очень одинок, если создал тебя таким словоохотливым. Он создал меня стражем. Ни больше, ни меньше. Ты же, пока стоишь там, где стоишь, остаешься гостем. Ясно. Тебе есть имя? Творец дал тебе какое-нибудь имя. Мое имя послушание и неутомимая бдительность. Я страж и самый покорный из слуг моего хозяина. Имя Голема – это слово, которое дает тебе жизнь и отнимает ее. У тебя должно быть имя. У меня нет ничего своего. Все, что у меня есть, принадлежит моему господину. Как же я могу выдать тебе имя, если я создан, чтобы хранить принадлежащее создателю? Понятно. Ну, в смысле, есть такая херня, что это не просто какие-то элементали, а это перекованные души людей. Значит, ты отдаешь себе отчет в том, что ты автомат? Разве мы на самом деле знаем, что мы такое? Откуда происходим? Куда идем? Разве жизнь человека, предсказуемая и замкнутая в цикле рождения и смерти, чем-то лучше моей? Когда человек рождается, он послушан родителям. Позже он слушает учителей, мастеров, командиров. Наконец он подчиняется непреложной смерти. Подумать только, а ведь Адальберт сомневался в мастерстве Дейрхены. Охренеть. Так он не глупая каменюка? Ты гораздо сообразительнее обычного голема. Ты можешь самостоятельно принимать решения? Мастер создал меня таким, потому что находил удовольствие в долгих дискуссиях. Я могу принимать решения. Конечно, только в рамках программы. То есть ты сам решаешь, кто для тебя гость, а кто враг? Кто же еще? Гости спокойно разговаривают, не пытаются давить на меня. Все остальные враги? Спокойно разговаривайте. Раньше кто-нибудь уже пробовал сюда войти? Врагов не помню. Припоминаю, что были гости. Они ушли после предупреждения. Когда это было? О чем вы говорили? Я автомат, а не механический швитарь. Сарказм. Хорошо. Есть такие, кого ты мог бы пропустить? Дейрхену. Но он мертв. Также я пропускаю гостей. Задерживаю врагов. Скажи мне еще, кто такой гость, а кто враг? Разве не ясно? Нет. Гость не подходит или знает слово имя. Враг заходит слишком далеко, нападает на меня или пробует проникнуть в мою сущность. Блин. И что он мне с тобой делает? У меня есть еще вопросы. Ну, кто тебя создал, я знаю. Ну, то, что он шедевр, это глупо. Ну, давайте попробуем. Ты создан силой могущественных чар. Дейрхена был настоящим мастером. Он им и остался. И его мастерство пережило его. О. Вот об этом лучше не спрашивать. Если ты разумное существо, здесь тебе должно быть одиноко. Ошибаешься. Боль этого мира или меланхолия лежат в сфере эмоций и чувств. Моим разумом управляет чистая логика, ограниченная программой. Но ты можешь учиться. Но ты можешь учиться. Говорят, что склонность к философии происходит от интереса к миру. В моем случае эта склонность появилась по воле мастера, который любил со мной беседовать. Но ты чувствуешь потребность в дискуссии? Не чувствую. Она просто есть. Понятно. Ну, как он устроен, он сказал, что лучше в него не лезть. Спросить его имя. Ну, давай попробуем. Я могу узнать у тебя слово имя, которое вызвало тебя к жизни и может тебя остановить? Если ты это сделаешь, то станешь врагом. Понял. Не хочу. У меня есть еще вопросы. Ладно, давай по... Э-э-э... Ты тебя создал. Ну, давайте поговорим про его создателя, про Дейрхенну. Ты помнишь своего создателя? Конечно. Меня призвал к жизни мастер Дейрхенна. Я рожден его волей, его могуществом и силой необходимости, которые наполняют мое каменное тело. Дейрхенна мертв. Живо его слово. Благодаря ему я существую. Живо его наследство. Его я охраняю. Империи будут рождаться и умирать. Реки изменят течение. И только я буду послушен единственному господину на вечном посту. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот применять к нему знак, это довольно-таки глупо, я думаю. Давай про Дейрхенну. Дейрхенна должно быть был необычным человеком. Что ты можешь о нем рассказать? Я охраняю все, что принадлежало мастеру. Я просто не хочу с ним сражаться. А значит и сведения о его жизни, которую он очень любил. Я ничего не могу сказать. Понял. Ну чё? Ну какой у нас есть выбор? Ну давай попробуем. Ты не автомат. Ты осознаешь самого себя, думаешь и принимаешь решения. Блядь. Он меня сейчас поломает. Ты не ошибаешься. Я умею вести беседу, могу различать гостей и врагов. Я знаю, как обходиться с теми и с другими. Но всё, что я делаю или говорю, ограничено рамками программы. Ладно. Кроме того, как автомат, я не подвластен чарам. Остановить врага. Блядь. Блядь. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо. Гвозитие! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сука, падай! ООО! МАЧЬ ТВОЮ! Оренце... третье звери напишет о штаммах бактерий в то время он уже понимал что есть бактерии а ну в принципе да это ж мир магии вы чувствуете медальон дрожит это еще одна маскирующая иллюзия я попробую ее разрушить лейта записки дырхены о путешествии в зерекании давай открывай тогда а это что такое что это за устройство ты сделал все что тебя требовалось получишь награду и она пасть закрой такую же как те ученые они погибли сразу как стали не нужны они никогда не были нужны но цинтия уперлась впрочем они были столь любезны что окончательно решили свой вопрос без моей помощи я не настолько любезен адальберт ты знаешь что нам нужно так точно подчиняется ей это похоже на прототип мегаскопа не думала что он сохранился что он делает устанавливает связь с другой личностью на уровне эмоций чтобы услышать чужие мысли достаточно о ком-нибудь подумать мечта шпионов да пора выполнить договор что ты знаешь о моем прошлом ты был всадником дикой охоты что я читала рапорты нильфгардской контрразведки нечего делать кроме как составлять рапорты о ведьмаках я видимо дикой охоты ты единственный кто был в отряде призраков и выжил это все меня интересуют любые подробности еще не доверяй лето ты думаешь я доверяю людям которых преследую сейчас он твой враг но так было не всегда что ты знаешь о лето откуда ты знаешь что я был знаком с лета я читала я понял но почему ты советуешь его опасаться потому что ты мне нравишься о как она на чё блин я уже даже перехотел ее пытать какие есть доказательства того что я был в дикой охоте никаких но за ложь в отчетах нильфгардской контрразведки четвертуют но я понял что скажешь высокодуховная нация ты понятия не имеешь как много людей тобой интересуются очень важных людей только потому что я выжил тот кто был призрачным всадником может стать ключом к тайне дикой охоты все это понимают будь осторожней офигеть скажем ты удовлетворила мое любопытство я рада что смогла хоть как-то удовлетворить ведьмака но как тебе сказать блин можно я попробую я хотел бы испробовать устройство то есть ты не хочешь жить долго и счастливо если ты еще раз встрянешь я упомяну об этом в рапорте пробуй если хочешь но только один раз ты сдаешь нордлингу государственные тайны пасть закрой тоже упомянешь в рапорт можно его прережу сомневаюсь что когда-нибудь ты станешь командиром группы пока этого не случилось будь добр не лезь не в свои дела в параграфе 22 кодекса значится в случае подозрения в государственной измене командир отстраняется от командования первый пункт моего личного кодекса гласит предателей надо убивать на месте как можно более болезненно поехали и куда а до свидания мать твою наигрался это шок мультиплицированию учат на втором курсе я не ожидал что ты станешь на мою сторону чародейка ну теперь решай кого ты хочешь послушать потом я заберу устройство ухо-хо тебя будут неприятности нильфгард четвертую тагента в заложенные рапорты а что делают с агентами которые убивают товарищей пока не узнают об этом ничего ты мы еще увидимся я бы не возражала я остановилась в корчме да я к тебе зайду центре откуда ты знаешь что я был знак ячь но понятно это мы слушали я рада что так я воспользуюсь таки артефакт я бы не хотел чтобы ты слушала того кого я буду слушать я не стану тебе мешать у меня здесь еще много работы так кто мне нужен лютик саскир давид но я знаю где трис планы рада вида сильный король который хочет избавиться от власти чародеев вернан бесполезная хрень лютик такой же саския саския под властью да и магички да давайте саски послушаем я позаботилась чтобы влог мы и не у нас был проверенный повар я не позволю им снова тебя отравить я не могу спокойно есть пока филиппа в подземелье чтобы сейчас не происходило с филиппой ты должна вести себя как подобает королеве это не исключают заботу о друзьях филиппа справится впрочем даже если ей не повезет я уверена ее последней волей будет довести наш план до конца а а потому ешь на переговорах ты должна быть полна сил тебя ждет очень важное задание он я надеюсь ты узнал что-то важное о да жаль что артефактом нельзя воспользоваться несколько раз в нем слишком мало силы но я понимаю спасибо за помощь так встретимся в корчме чё тут еще есть мне же интересно надо новый уровень эхэхэм так чё тут еще покачать можно вороты машины шанс убить одним ударом на всего лишь два процента хотя почему мало а давайте посмотрим может есть так полезнее отбивать стрелы очень полезно так урон бомбам да тут вообще очень мало полезно урон бомбам открывает знак время действия знака но это вы видите это на убеждение вообще никак не влияет поэтому пожалуй я прокачаю вот убийство с одного удара пять процентов будет на втором уровне я думаю этого достаточно прожимай тоже и это все походу воринцы крепко сукнул ага отсюда и даже и выбраться нельзя а где выход оп 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 где выход то господи выписки до ирхена из наставления о мутациях а на хрена мне это было нужно да вернуться на поверхность я хотел бы еще найти меч дикой охоты но судя по всему это ну то есть это не в этом квесте так что ж дорогие друзья пожалуй на этом я и закончу сегодняшнюю серию да это был чертовски интересный и блин квест просто замечательный я прям не знаю он очень хорошо влился плюс есть насколько я знаю а я потом вики читал потому что писался неправильно ответить но к сожалению ответов там не было короче есть два пути прохождения более сложный и более легкий но противники соответственно более ну в коротком они сложнее ну насколько я понял то есть мы ходили с вами в этой серии легким путем коротким я не знаю насколько он сложнее проще говоря но у нас еще есть вот такие вот записки до ирхена там вот этот серебряный меч насколько я понял я должен был найти награда получается одна и та же но каким путем вам идти это уж выбирать вам что-то как то скомканно странно получилось всем спасибо за просмотр с вами был марс до новых видео всем пока